И давай мы сегодня еще поговорим чуть-чуть на тему будущего. Мы когда-то делали стрим с тобой в декабре, и там четко увидели февраль и те события, что прошли. Мы тогда, конечно, это все завуалировали, но это было, это есть в открытом доступе. Давай сейчас посмотрим, как будут развиваться события мая, июня, июля, и август. Дальше просто прочувствуем. Вот вообще берем событийный ряд, который мы видим, слышим, читаем. Пока абстрактный от нас. Вот то, что происходит в объективной реальности. Что мы можем сказать, прочувствовать по объективной реальности. Каким будет май? Активные действия. Ну, как активные действия. Я так чувствую, что сейчас просто идет активный заворот или разворот событий. Как будто, знаешь, как точка бифуркации. И она как бы сжимается для того, чтобы развернуть. Ну, вот уже поменять там можно. Чтобы изменилась игра. Да. И причем в этой точке, образно, я буду говорить, участвуют Украина, Россия и Беларусь почему-то. И при этом у Беларуси даже позиция более значимая в этом. Может быть, у нас на территории какие-то будут переговоры. Вот, не знаю. Я... То есть, получается, Беларусь будет играть какую-то роль. Какую-то роль. И причем она немалая роль такая. Какая-то значимая. Угу. Ага. Это... Это май. Вообще, на самом деле, вот именно сейчас события меняются. Вот именно сейчас. Ну, конечно, меняются. Да. Но это правда. Вот они сейчас прям меняются. Угу. Это выглядит как, знаешь, как... Как тебе сказать? Пленка. Пленка. Как бы вот... Знаешь, как пазлы подбираются. Вот как-то вот так оно выглядит. Или стеклышек, фильтров. Вот так оно. И в июне, что будет происходить в июне тогда, если май пошли уже изменения? Потому что май был плохим. Вот сразу можно сказать. Мы не будем комментировать, насколько плохим. Но он был очень плохим. А вот если его прочувствовать, посмотреть, и там был месяц действительно... Июнь событийный день. Очень в суровом напряжении. Июнь событийный месяц. Опять-таки событийный в плане информации. Очень много будет каких-то информационных... Но сразу скажу, что хорош... То есть в хорошем русле. Но это прям, знаешь, как выглядит июнь. Как... 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 Вот если хлеб поставить печь в духовку, и он начинает вот так расти. Вот это вот так. Почему-то, кстати, хлеб пошел. Он не просто так, наверное. Угу. Мир приходит на украинскую территорию? Угу. Угу. То есть ее завершение... Даже на самом деле хлебом пахнет. Я вот сейчас сама в шоке. Знаешь, вот именно... Такое даже чувство. А хлеб у нас к чему? Это к миру? К миру. Конкретно. Ну и... Ты знаешь, все-таки... Успели ли посеять в пылу боевых действий? Либо же еще могут быть проблемы с зерном в мировом масштабе. Украина была очень большим поставщиком зерна. И тогда очень многие лишились действительно хлеба на столе. Ну тогда, если это вот так брать, то тогда эта тема будет стоять в июне. Потому что я вот прям чувствую, июнь наполнен информацией, как растущий... Хлебный кризис. Какие у нас события происходить будут. Будет ли у нас движение в развитии? Будет ли у нас движение к свету? В мае или в июне? Беларусь. Май, Беларусь. Информационно зажата. Закрыта. Угу. Конкретно закрыта. И прям даже как глухаря прям чувствую. Ну то есть глушится. Угу. Июнь, Беларусь июнь. Ага. Сейчас попробую на слова выслушать. В принципе, наверное, получается, июнь он тоже выходит как, знаешь, как в ограничениях таких. То есть как в рамках ограничений. Или, как сказать, как трубопровод. Блин, не знаю, объяснить. Как труба такая, большая труба по всему июню проходит по Беларуси. Но о чем это, я не совсем... Как так? Самое главное... Звучит, большая труба проходит по Беларуси. А я еще... Это про нефть? Нет. А самое главное, что вот эта труба, которую я вижу, она вот проходит. А я, кстати, как в этом... Когда там коронавирус начинался? Мы же не знали еще ничего. А вот на март я видела вот этот жгут, да, непонятно. Это вот казалось... А сейчас вот я вижу трубу, но при этом... Вот такая большая труба. Но в ней течет световое такое... Как расплавленное золото, может. Как световой какой-то такой эффект внутри трубы. Но он... А-а-а... Зажат. Ну, как бы как... Ну, вот ограничен. Но по всему июню. Хорошо. А мы-то... Коль мы сидим, и мы видим вот эту штуку... Те не хочется эту трубу убрать? Я вообще не могу понять, что... Даже еще как хочется. Потому что... То, что меня уже улыбнуло даже это. Я поняла приблизительно, о чем это. Мне мало того, ей хочется перекрыть. Вернуть на место. Угу. Ой, вообще я знаю, что о чем это. Эта утечка. Сто процентов надо перекрывать. Угу. Золото должно быть в Беларуси. Да. Да. А золото – это люди, между прочим. Угу. И полностью наполняй все это дело светом и расширением. Угу. Все сделала. Угу. А в июле что будет? А, ну и еще экономическую ситуацию прочувствовать. А в России, Украина, Беларусь. Опять-таки мир. Доллары, евро. Ну, когда ты произнесла доллары, евро, мир, вот это все у меня пошла. Ты знаешь, что пошло? Дымка. Дымка именно. Здесь будет абсолютно точно какая-то заварушка с этим делом. Угу. Как... Ну, она сейчас уже есть. Непонятная такая ситуация, когда... У меня такие вещи, я... Угу. Давай... Ладно, проехали тогда это, поехали дальше. Мне подбирать слова сложно, да, потому что они... Угу. А что дальше? Ну, смотри. В принципе, год, скажу так, он... Вот этот год, он такой поджимающий, ну, наши почему-то ноги, такое чувство, как будто сковывает ноги. То есть, сложнее, сложнее. Вот он, если вот я дальше чувствую, то мне как бы хочется каждый раз... То есть, я чувствую, каждый раз так замедляется движение ног и останавливают. То есть, они по итогу останавливаются. Им тяжело идти вот так. Угу. И замирает. Угу. Или даже сказать, ну, да, замирает, лучше так сказать. Хорошо, в России. А я не выделяла сейчас. Я как раз взяла. Да, ты же сказала, Россия. Да, ты же сказала, да, комплексно. Угу. Скажу так, это точно. Вот у меня весь, да прям до конца этого года, у меня год мутный. И события будут меняться. Они в тумане, как все равно. Они непредсказуемо меняющиеся. Непредсказуемо меняющиеся. Непредсказуемо меняющиеся. Да, и даже... Ааа... Даже люди, мы сами вот люди, выглядим как частички пара. То есть, все отделенные какие-то такие, как вот в паре, в паре. То есть, он непредсказуем. Гроза будет, или дождь, или солнце. То есть, вот оно. Оно как будто постоянно меняющиеся. Постоянно, постоянно. Как будто... Сложно описать. Я бы, да, вот я бы сказала так, что сейчас, вот то, что я вижу, время, когда нет решений, ни одного решения. Даже нет ни у кого вообще решений, никаких. То есть, вот не составлен план, или как даже не знают, как действовать. То есть, время, когда создавать надо. Время создавать. Вот прям я бы так сказала, да. Ну, так давай создавать. Потому что, вот когда начинаешь щупать, уже в два раза камеру выключали, слушай. Когда начинаешь щупать, ты понимаешь, без создания никак. Потому что очень много идет... Ну, даже чувствуется как будто рассеянное сознание. Понимаешь, вот надо создавать. Ну, давай создавать. И давай создавать, что в Беларуси начинается рост экономики, развивается сельское хозяйство, мир. Люди развитием занимаются и саморазвитием. Инфодайинг. Очень быстро развивается и помогает быть искренним, честным и настоящим. И человек убирает в своей жизни ложь, злость, обиду, вину, манипуляции. И вместо них в его жизнь входит любовь, искренность, открытость. Тепло пошло. Тепло пошло. Солнышко давай в Беларусь. Угу. Курс белорусского рубля. Давай плюс-минус 2,5. От 2,5 до 3. Вот в этом коридоре. 2,5. 2,5. Тогда фиксирую 2,5. Кстати, тогда очень хорошо зафиксировали в феврале. Вон, все вернулось. 2,5 курс. И он держится. И здесь в свободном доступе можно менять валюты, как хочешь. Все ограничения. Давай сразу закладывать ограничения. Все ограничения. Вот как эта труба, которую мы убирали. Вот точно так же все ограничения в бизнесе отменены. И у нас свободная экономическая территория. Офшор и налоги меняются на благодарность. И люди активно развиваются, осознают важность того, что надо развивать. И образование, и медицину. И смотреть за дорогами, и смотреть за то, что было чисто, аккуратно, коммунальными службами и так далее. И люди охотно на благодарностях это все держат на высоком уровне. И прекращаются всякие военные игры. Это не белорусские игры. Начинает развиваться сельское хозяйство очень эффективно. Фермерское хозяйство очень быстро развивается. Я знаю, что люди начали расти. Вот я прям, ты говоришь, я это все делаю. И вдруг я ловлю информацию, что люди именно как растут. Это как внутренний мир их растет. То есть пошло развитие духовных людей. Прям крепчают. Это как осилие иммунитета даже. Вот просто вот сила идет. А посмотри, будут ли игры со здоровьем дальше вернуться? Или тут же ковид, или еще что-нибудь? Попытки будут точно. Я сразу их убираю. Но они настолько мелочные, эти попытки. То есть, знаешь, попытка, а она оказывается... Знаешь, как будто у людей уже иммунитет. Я не по-настоящему физический иммунитет, говорю сейчас, выработан. А именно иммунитет к этим вот этим играм. Как будто попытка бросить, а она не распространяется, как зараза. Попытка бросить, а она не распространяется, как распространялась тогда, 19-20. То есть, как будто вот... Эта игра уже людям не заходит. Выработался иммунитет. Неинтересно. Это образно. Будут попытки. Лучше я их опять убираю. А как дела будут обстоять на Курайне? На Украине? Угу. Будет ли идти процесс восстановления? Будет. Сто процентов будет. Уже летом будет. Уже летом будет? Угу. Сто процентов. А как Россия с Украиной разберутся по границам и по контрибуции? Ой, это я не... У меня такое чувство, что все останется пока, как было вот до войны. Угу. У меня такое чувство. Угу. У них такое есть чувство обмена информацией. Такое чувство даже, как будто, ну, мирное соглашение, которое предполагает помощи. То есть, такое... То есть, Россия будет помогать. Угу. Угу. Слушай, а вот сейчас, получается, все иностранцы ушли из России. Там только смотришь, как они отчитываются, кто очередной уходит. Кто-нибудь вернется или... Иностранцы? Да. Ну, разные иностранные фирмы, магазины там и так далее. А будет возвращаться, будут. Будут возвращаться. Угу. И на Украине будет сто процентов поток возвращаться. Возвращение. Угу. Как-то при этом Беларусь улыбается. То есть, такое чувство... Я не знаю, ну, какая-то роль Беларуси конкретно в этом. Угу. Улыбка есть, короче. Угу. Будет ли достигнуто соглашение, что офшор в Беларуси уже в этом году? Давай создадим. Потому что... Давай создавать. Давай создавать. Хочу здесь офшор. Это правильный подход. Это очень быстро развеет экономику. Волниеносно. Волниеносно. Да. Это правильное решение. Но которое требует очень большого силового потенциала. Да. Чувствуется, что в Украине будут приняты правильные решения по этому вопросу, кстати. А Украина опережает Беларусь. Она первая попробует прыгнуть в офшор. Она тоже висит и чувствуется, что Украина становится офшором, но на ней обжигаются люди. Я просто чувствую вот этот поток туда. И это правильные будут решения такие. И Беларусь таким образом может увидеть это. И как знаешь, в этом потоке и сама. Просто видишь, если... Проявиться. Если через Украину, то там есть очень большие риски. Там, да. Риски обмана конкретно. Вот, ты прям словила информацию. То есть решение правильное, но Украина утечка. То есть там есть обман. А Беларусь просто... Вот я чувствую, Беларусь именно благодаря Украине потоку вот этому она вдруг раз и... Осознает. Осознает. Да, и как это проявляется на фоне этого потока. Есть такая огромная вероятность, да. Но в Украине будет правильно. Украина восстанавливается за счет кого? Есть ли там вливание Европы, Америки и так далее? Тяготеет она больше в ту сторону или в российскую? Мне хочется сказать, что российская. Но я, может быть... Я, знаешь, как скажу. Я знаю, я чувствую или попытки, или как это... Или предложения там помочь Украине, Европы, там, Америки, может, да. Но как-то это выглядит невыгодные условия для Украины. Вот я не знаю, как это объяснить. Но я чувствую в этом тяжесть. То есть, знаешь, как будто помощь, но я почему-то... Я чувствую, как мне тяжело, как будто на меня грустно валили. Ну, конечно, это же кредитные обязательства. Вот какая-то такая... А вот с Россией у Украины идет легкость. Я не знаю, я так чувствую. Я в политике вообще не разбираюсь далеко даже и не влажу. Но я так чувствую. Я чувствую легкость именно в этом, между этими. И опять-таки я Беларусь вижу в улыбке. И эта улыбка какая-то, она теплая очень. Как будто... Не знаю, как сказать. Как родители смотрят на дитя. Хорошо. Как мы федаймом будет развиваться в ближайшее время? Ну, вот начиная с мая по августу. Можно до конца года? Проявляется. То есть гораздо как солнце. То есть ярче, ярче, ярче вот так. И такой мягкостью чувствуется. Мягким теплом, что ли. Я не знаю, как будто вот мягкость идет. Проявляется только в Беларуси или по другим странам? Везде. Везде. Хорошо. А что нам надо сделать для того, чтобы... Может, какая-то информация висит. Что мы сделали для того, чтобы инфодайм быстро начал развиваться? Чтобы это сделали? Ничего. То, что делаем, вот прям у меня сразу ответ. У меня был ответ. Двигаемся в правильном направлении. Вот так. Делаем и делаем. Потому что все сценарии, которые нам предлагают с рекламой, с продвижением и так далее, они чужие. Они не ложатся на инфодайм, они не искренние. В них нет жизни. Вот я и хотела сказать. В них нет этого тепла. На самом деле, когда мы берем информацию по чувствам, в чем самая большая сложность? В том, что когда ты видишь информацию, которая тебя не устраивает, а мы два захода сделали, чтобы записать то, что вот сейчас будет выложено в эфир, когда ты видишь ту информацию, которая тебя не устраивает, ты ее меняешь. Ты ее меняешь на ту, которая была бы приемлемой. Когда распространяются заболевания или когда падает экономика, когда распространяется бедность или когда утекают кадры, когда, когда, когда вот эти моменты, они не должны остаться зафиксированы сознанием человека. Когда мы фиксируем сознанием, о, интересно, а будет там война или не будет там где-нибудь в каком-нибудь регионе, да, и человек устремляет туда свое внимание, все, там начинается создание войны. Вот этого делать нельзя. Это то, что телеграм-чаты, разные каналы, они ведут к тому, что увлекают людей в создании военных игр. Возьмите, что предшествовало 22-му году. Как набрали обороты игра в танки. Вот, казалось бы, это не связанные вещи. Ребят, но вы воевали, вы воевали уже несколько лет. Вы тратили деньги на танки, вы тратили деньги на то, чтобы пострелять по людям. И поэтому сегодня, когда человек в телеграм-чате смотрит и там выстрел в другого человека, он воспринимает это как компьютерную игру. А за этой компьютерной игрой стоят жизни людей. Там стоит здоровье людей, там стоит психическое здоровье людей. Так вот, большего вреда ничто в этом мире не причинило психике людей, как игра в танки, как религиозные разные выносы ответственности, как все, что связано с магией, все, что связано с ритуалами. Везде, где человек вынес из себя Бога, вынес ответственность и начал лгать себе. Это одна тема недоразвития. Даже не просто недоразвитие, это тема прямой деградации человека. Но очень быстро эта деградация обрушилась и пошла, когда начались вот эти компьютерные игры, военизированные. Когда дети стреляют, убивают пришельцев и так далее. Это разрушает психику. И это в дальнейшем позволяет стрелять в людей. Становится нормой, да? Это становится нормой. А это не должно быть нормой в обществе богов. Это в обществе дебилов такая норма. И поэтому будет хвала тому человеку, тому программисту, кто напишет разумные игрушки, в которые бы играли наши дети, в которых в основе будет любовь, в которых в основе будет искренность, в которых в основе будет жизнь, продолжение рода. Ну как же, это же неинтересно. Подождите, а вам интересно проживать боль? А вам интересно проживать убийство? Где же ваш интерес? Все-таки честно себе скажите. Или вам интересно, когда больно другому человеку? Но ведь это же вы плюете в свой собственный колодец Потому что вы впадаете в циклическую ошибку И будете потом проживать эту боль сами И вот Когда мы смотрим Будущее и чувствуем его Мы берем это все через чувства Те моменты, где мы видим боль и страдания Мы их убираем Мы их убираем осознанно Поэтому я надеюсь, что третья запись, да, она неинтересная На самом деле по сравнению с теми двумя Она неинтересная Но мне нравится та работа Которая проведена Я знаю, что все будет хорошо И я знаю, что в Беларуси будут специалисты Я знаю, что Беларусь будет развиваться Я знаю, что Беларусь придет к офшору Пусть даже пока Не нарисовался прямой вариант Есть вариант только с оглядкой на Украину Но он уже есть Значит, во время следующих погружений Будет и прямой Наше сознание создает И наше это не только зайцевая сапога Наше это каждого человека И когда вы научитесь Концентрировать внимание на любви и на счастье И осознанно будете учиться создавать свою жизнь И брать ответственность за нее на себя Тогда мы будем говорить о счастливом будущем О том, что золотой век стартовал А именно к нему мы осознанно и стремимся Когда будем создавать не из страха А из слабости А из силы А из силы и из любви И из любви Да, именно сила это и о целостности Сила как целостность Из любви И пусть этот подкаст Третьим разом Лепшим часом Придет В широкие массы Не забудь вырезать начало Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok